Доброе утро, Дениса с Евой. Сейчас еще сонное царство. Пойдемте сходим. Погодка просто супер. На самом деле я люблю такую погоду. Я надеюсь, вам видно, да, что это ливень. Но, к сожалению, не подходит для прогулки немножечко, для пробежки. Поэтому сегодня разминка у меня будет прямо дома. Вы сможете ее посмотреть, сможете повторить, если захотите. Так что поехали. Ну что, я занималась. Пришло время душа. И ухода за кожей. У меня сегодня не пенка для лица, потому что просто она закончилась, а гель. Гель от Ифраше. Это их новая линейка. Я пользуюсь уже, наверное, дней 5. Пока что мне все нравится. И заодно я бы вам рассказала, что вообще сегодня я планирую делать. Потому что сегодня будет просто мега дело. Сегодня я буду красить волосы. Нет, для кого-то, может быть, это как сходить в магазин. Но не для меня. Потому что для меня волосы это такая, на самом деле, важная часть. Я уже что могла только сделать со своими волосами. Но нет, конечно, я их никогда не красила там в цветные. В цветные что? В цветные цвета. В общем, не красила волосы там ни в зеленый, ни в красный. Нет, нет, нет. И сейчас, я не знаю, видно ли вам. Но вот здесь вообще освещение, знаете, не для того, чтобы что-то демонстрировать. Но, возможно, вы видели просто на фотографиях или у меня в видео, что у меня вот отсюда где-то, ну, то есть как раз вот это отросли мои волосы, мой цвет. И вот отсюда начинается какой-то рыжий, медный, просто ужасный цвет волос. Я не знаю, почему так всегда происходит. Почему у меня вообще холодные оттенки не держатся на волосах? Но, в общем, сегодня я иду в салон, и я даже не знаю, что я буду делать. То есть это на самом деле не смешно. Ладно, идти на маникюр и не знать, какой делать цвет. Но здесь я вообще не знаю, что делать. То есть либо просто я потонируюсь, либо я сделаю какой-нибудь интересный стиль. Но я точно не буду осветлять волосы прямо во все. Здоровые волосы и блонд для меня пока что это две параллельные вселенные. Я не знаю, просто восхищаюсь теми девушками, у которых действительно получается сохранять волосы блонд. И одновременно, чтобы они были здоровые, шелковистые, гладкие. Мне кажется, это вообще невозможно. И, наверное, у многих возникли вопросы, куда же я ставлю Еву. Это целая отдельная тема, вообще отдельный разговор, потому что я сейчас кормлю Еву. Она на грудном скармливании. Это означает, что я от нее как бы отлучиться дольше, чем на полтора-два часа не могу. А тут я уйду аж на пять часов. В общем, сегодня я вместе с вами буду пробовать молоко-отсос. Знаете, я не думала, что я буду когда-нибудь говорить об этом на своем канале, но взрослеем. Серьезно, у меня было очень много страхов на эту тему на самом деле, потому что я знаю, что дети, которых кормят из бутылочки, они могут соскочить, так сказать, с груди, потому что бутылку сосать легче. И когда молоко тебе просто вот так вот вливается в тебя, это намного легче, чем когда ты трудишься и достаешь молоко из маминой груди. А ребенок реально трудится в этот момент, это прям работа для него. Но после разговора со своим консультантом по грудному скармливанию, я поняла, что в таком возрасте, в котором сейчас уже Ева, это два с половиной месяца, она не уйдет с груди, особенно если я делаю это настолько вот редко, что сегодня феноменальный случай, да, когда мне нужно уйти покрасить волосы. Пока что нанесем вместе масочку. Масочка панда. В общем-то, именно этого я боялась, да, что она может уйти с грудного скармливания, потому что бутылочку сосать проще. Но меня успокоили. Вот как можно говорить на серьезные темы в такой маске, скажите, пожалуйста. Сегодня я вместе с вами тестирую вот этот вот мой уход из дома. Я уже сцеживала молоко, это я уже практиковала, это очень удобно, абсолютно не больно, быстро. Молоко отсосы у меня от фирмы АВЕНТ и пакеты для хранения тоже от этой же фирмы. Сегодня я оставляю папу с Евой. Я верю, что они справятся. А пока работает моя маска, я пойду в душ. Вы так делали когда-нибудь? Так можно экономить время, на самом деле. Если на лицо вода не будет попадать, нужно сползнуть только тело, то почему бы нет? Я снова с вами. Пора снимать маску. Липкие остатки я снимаю в одном диском с водой. Есть такие маски, которые не нужно смывать. И наоборот, их круто бы еще нанести там на шею, на зону декольте, на руки. Но вот эта маска нет. Ее надо смывать, иначе она очень липкая. И вы прилипнете к подушке, если вы сделаете ее на ночь, конечно же. Вообще, на самом деле, немножко волнительно. Можно с вами поделюсь. Потому что все-таки это первый мой опыт, когда я оставляю Еву надолго, 5 часов, это очень, это очень долго. За всю ее жизнь, представляете, за все 2,5 месяца мы с ней не разлучались дольше, чем на час. И это был маникюр, и то я маникюр делала в 2 этапа специально, чтобы надолго не уходить. Не, на самом деле, малопроцесс это, конечно, спасение для любой мамы, любой современной мобильной мамы, которая хочет, чтобы ее ребенок сохранял грудное вскармливание, потому что, как известно, ничего полезнее, чем молоко мамы для ребенка нет. Я вообще, когда изучала эту тему, я с открытым ртом сидела, потому что это настолько интересно, настолько природа умная, мудрая, что она все продумала, как молоко подстраивается под нужды ребенка в нужный период. Я не буду вдаваться подробно, потому что, наверное, это, ну, немногим интересно, но просто представьте, вот если ребенок хоть чуть-чуть заболевает, то есть у него уже какие-то идут процессы инфекционные, возможно, в организме, и мама даже об этом еще не знает, ребенок не подает виду, как бы вроде бы все хорошо. Молоко мамы уже подстраивается под нужды ребенка и вырабатывает нужные антитела, нужные компоненты, чтобы победить вот эту вот болезнь у ребенка. Как? Пока я восхищалась природой, я нанесла базу под макияж, следом идет тональник. Итак, я заканчиваю свой макияж, у меня осталась тушь на нижней реснице, я поставила варить кашу гречневую, вот моя любимая каша, без детства. И до моего выхода еще осталось несколько таких дел по дому. Загрузить посудомоечную машину, загрузить стиральную машину, разобрать белье, которое стиральная машина уже постирала. Такие, в общем, домашние белески. Макияж готов, а я пошла кушать. Вот так это дело выглядит у нас в холодильнике. Такие пакетики. Здесь я подписываю время и дату, когда я сцедила молоко. И посмотрите на это разделение, видите? Будто бы сливки сверху, а здесь будто бы водичка. Так как у настоящего молока происходит такая расслойка на более жирное и на менее жирное молоко. Но это просто нужно аккуратненько так вот, знаете, покрутить, не встрясти, а именно вот так покрутить немножечко, чтобы консистенция стала однородной. В общем, сегодня у нас папа будет первооткрывателем. Вот так молокоотсос выглядит в разобранном виде. Я сегодня его еще буду собирать. Еще перед выходом немного сцежу молока, на всякий случай, чтобы осталось побольше. Но я, если честно, вообще в шоке, что у меня утром ушло буквально 10 минут. На всю эту процедуру я успела и сцедить, и убрать в холодильнике, подписать, и все. Еда для малышки готова. Массажируем ножку, чтобы что-то там разгибалось, пальчики сгибались. Вот здесь много точек. Тут очень много. А вот здесь вот под пальчиками точки для прорезывания зубов. Ну не для прорезывания, а когда будут резаться, здесь надо массажировать. Сейчас помассажировать, зуб порезет? Нет. У кого больше ножка? Ты прям ногой свои напильнали столик вообще-то. Что делать-то? Все, убирай. Мы сейчас пойдем гулять. О, радости сколько гулять пойдем. А папа с мамой будут пить кофей. Это наша красавица. Мы все-таки решили часочек погулять до моего отъезда, попить кофеечку. Правда, на улице до сих пор дождь. Но на коляску у нас есть дождевик, а за зонтиком пошел сейчас Денис, потому что мы забыли его. Как ты без меня, солнышко, справишься? Ты в надежных руках. Такая булочка, я не могу. Где наш корень? На улице так истязливо, что мы тут не подходим. У нас будет романтик, мы будем здесь отсидеть и пить кофе. Да? Да. Покажи. Супер романтичное место. На плитке. Супой. Ты готов оставаться без меня? Нет. Правда? Да ладно, все будет хорошо. Если что, просто приезжай. Пошло 4 минуты, пора за кофе. Да? Идем за кофе. На самом деле, так как погода вот такая мрачная, там куча людей. Большая очередь. Сейчас я его вместе с вами соберу. Это делается очень быстро и легко. И вот так он работает. Это режим включения. На воронке молокоотсоса приятная кожа-насадка. Вакуум. И сюда попадает молочко. Есть разные уровни мощности. Это самый сильный. Вот это массаж. То есть массажирует грудь, подготавливает к саживанию. Последняя порция. На веточке. Ты готов? Да ладно. Что ты себе говоришь нет? На камеру ты говоришь нет, а без камеры говоришь, все будет хорошо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, оценивайте, девочки. Вот такой у меня цвет получился. Я очень им довольна. Когда-то на первом курсе института у меня был подобный холодный мокко. Мне так назвали сегодня этот цвет. Я была очень рада избавиться от золотых, каких-то желтых, непонятных волос. Я, на самом деле, домой пришла уже часа полтора назад. Первым делом прямо в коридоре я покормила Еву, потому что я безумно соскучилась. И, конечно, у нее все это время была еда. Денис был рядом. Но в любом случае, это наше первое такое длительное расставание. Я вообще безумно проголодалась. И Денис заказал еду. Я очень этому рада. На самом деле, у нас был дома суп и была запеканка. Но почему-то Денис заказал еду, хотя я очень рада. Я, кстати, немножечко там даже не доела. Сейчас пойду доедать, потому что я вспомнила, что нужно снять кусочек для влога. Мне впихнули какие-то уходовые средства. Ну, не то чтобы впихнули. Я попросила что-нибудь мне посоветовать. Я уже пользовалась, на самом деле, Керастаз. Но это какая-то другая линейка. Мне неизвестно. У меня здесь шампунь, маска и сыворотка. Вообще, мастер мне сказала, и я очень с ней согласна, что у нас в Экстеринбурге просто отвратительная вода. И она вымывает вообще любой цвет. Просто, ну, вот серьезно, любой пигмент. Я помню, когда я жила в саду летом. И мылась просто обычной родниковой водой. Без всяких бальзамов, без всяких масок. У меня волосы были шелковистые. Просто от одной воды. Я их трогала, и это были роскошные, мягкие, гладкие, блестящие волосы. В общем, эмоциональный такой, на самом деле, денек. Потому что все-таки оставить в первый раз Еву с папой сразу же на 7 часов, получается. Представляете? Я думала, что это будет 5 часов. Но, несмотря на это, Евочка, слава богу, все равно голодной не осталось. Спасибо большое, Филипп Савент. Вы изобрели просто выручай штучку. Ну что, я пойду доедать свою еду. Не знаю, встретимся ли мы с вами еще сегодня. На всякий случай пожелаю вам спокойной ночи. День был длинным, насыщенным. Вы, кстати, постоянно меня спрашиваете, во сколько я ложусь спать, если встаю я в 5 утра. Спать я ложусь примерно в 9, в 10. Поэтому у меня выходит примерно 7-8 часов здорового сна. Ну как здорового? Конечно, я просыпаюсь на кормление, но это уже так машинальное. Можно сказать, что я все это время сплю. Смотрите, что мне Денис присылал, пока я была на покраске. Боже мой, что за милота. Вот мои остатки еды. Извините, пожалуйста, что выглядит все так не очень симпатично. Но это реальная жизнь. Тут была картошечка, значит, тыковка, лучок. Сфокусируйся, пожалуйста, дружочек, на картошечке. Зелень. Денис заказал креветки и лосось. Мы их разделили напополам и съели. А, ну это, конечно, не все, потому что у меня еще есть суп. Да, я была очень голодная. Супик тыквенный. Тут попадаются тыквенные семечки. Вот тут у меня рядышком лежит видео няня. Стоит, точнее. О, кстати, смотрите, там Денис сидит за ноутбуком. Ой, я вижу, что он делает. Он двигается. Кстати, здесь есть такая функция. Если я нажму вот сюда и скажу что-нибудь, то они это услышат. После еды сейчас я жую вот такие жвачки с ксилитом. Либо рассасываю пластинки с ксилитом, либо ем чупик. Помните, который был у меня в бьюти-боксе, потом был в бьюти-сумочке. Ну, в общем, это очень классная штука. Ксилит, я думаю, вы не раз слышали от меня, что очень полезен для зубов. И многие спрашивали, где их можно заказывать. Если вы подписаны, кстати, на меня в инстаграм, то видели, что недавно у меня пришла огромная посылка от Миродент с продуктами с ксилитом. То есть там и жвачки, и постилки, и целая коробка чупиков. Так что есть где заказывать, и намного дешевле, чем, кстати, в стоматологиях покупать. Потому что у меня в стоматологии, например, вот в три или в два раза дороже одно и то же. Вот внутри просто такие вот постилки. Жуются, как обычная жвачка. Кажется, что будто бы сладенькие, потому что ксилит сам по себе сладкий. Но это древесный сахар, как я уже говорила, безопасный для зубов. Не то, что безопасный, а полезный для зубов, потому что его не едят наши бактерии. А вот я съедаю по две подушечки. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, красотки, у нас уже десятый час. Мы скупали Еву. Сейчас будем купать себя. То есть умываться. Пойдем в душ. И что я делаю со своими волосами? Непонятно. Я вас зову в свой инстаграм, потому что там я очень часто, там я с вами делаю разминку каждый день. Бегаю, готовлю. Да в принципе все, что я делаю в жизни, я делаю там вместе с вами. Поэтому я вас туда приглашаю. Подписывайтесь обязательно. Ну и спасибо большое, что провели снова день с нами. Я очень надеюсь, что вам было интересно. Спокойной вам ночи, если вы смотрите это видео вечером. Спокойного дня хотела пожелать. Нет, хорошего дня, если вы смотрите его утром или днем. Все, мы пошли спать. Увидимся в следующих видео. Угубайтесь чаще, красотки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok